Рыба, суп в банке, мясо, хлеб. Вот такой незамысловатый набор в сумке Андрея Гафонцева. Он идет домой, в Нарву. В Ивангороде жена, родственники. Дочь учится в Петербурге, сын в Таллине. Большая семья разделена не столько расстоянием и границей, сколько бюрократией. Нам приходится с Нарвы занимать очередь заранее, благодаря тому, что мы в Нарве живем. У нас есть возможность хотя бы ходить домой, греться. Но 8 часов стояли. Обстановка на российской стороне границы вечером буднего дня. А это Нарва, 16 ноября, взглядом жителей. Сегодня очень небольшая. И стояли сегодня, уже сегодня стояли люди 4 часа. Кризис на границе возник в августе этого года. Тогда власти Эстонии ввели полный таможенный контроль на пункте пропуска. Сделать все возможное, чтобы предотвратить транзит санкционных товаров, заявлял премьер-министр Прибалтийской республики Кристен Михал. Итог такой политики на этих кадрах. Готовьтесь 5-8 часов стоять, как минимум. И вот действительно, наверное, придется стоять долго. Полный таможенный контроль привел к увеличению времени проверки на границе. В результате многочасовые очереди на Петровской площади. Создает определенную, наверное, провокацию с их точки зрения по отношению к общей ситуации, которая сегодня происходит. А мы все прекрасно знаем, что из-за неразумного, скажем так, и неправильного политики отдельных руководителей страдают простые люди. А как на российской стороне, ответили на эстонскую инициативу. В первую очередь увеличили штат сотрудников, чтобы избежать очередей на входе в Ивангород. Более того, улучшили условия на случай длительного ожидания. Установили скамейки, туалеты, фонтанчики с питьевой водой. Сейчас для переходящих к границу работает 6 кабин, которые рассчитаны почти на 3000 человек в сутки. На этой неделе изготовлены дополнительно будут установлены еще 2 кабины. Соответственно, пропускная способность будет увеличена. Вот только эстонский пункт пропуска 24 на 7 не работает. Ночью на границу вешают замок. Чтобы встретиться с друзьями, родственниками, ивангородцами, в Нарве занимают очередь с утра. Построенная по указу Ивана Третьего, как ответ на внешнюю угрозу, крепость – западный форпост государства. И история распорядилась так, что Ивангород и Нарва неразрывно существовали веками. Две ладьи на шахматной доске. А в конце 50-х годов прошлого столетия мост дружбы соединил не только союзные республики – людей. Между двумя городами регулярно ездил автобус. В Ивангород и Нарву ходили на работу, свидания, да и просто в гости – на чай. Но распад СССР привел к появлению уже неноминальной границы. Еще в 90-м году с эстонской стороны моста уже развивался эстонский флаг. Вот, синий, черно-белый. Хотя граница тогда еще была открыта. То есть они уже постепенно готовились. Контроль на границе становился все более и более серьезным. Утро. Нарва. В то же время Ивангород. Марина Волкова в Эстонии родилась. Сейчас живет в Петербурге. Ее мама в Нарве. В почтенном возрасте на переезд не решается, поэтому встречи стали редкими. Тяжело вот так тут на расстоянии с близкими? Очень. Потому что у меня мама живет одна. И ухаживать, если что случится, мне надо проехать. Это такой путь. И я всегда переживаю, чтобы не закончилась виза. Пунктом пропуска Ивангород активно пользуются жители Евросоюза. Еще больше людей здесь стало осенью, когда свою границу с Россией закрыла Финляндия. К мосту Дружбы пошли караваны автобусов. Назревающий гуманитарный кризис пытаются решить в мэрии Нарвы. Ян Тотс уже обращался в эстонское правительство с предложением открыть границу на ночь. Но попытка осталась без какой-либо реакции. Сейчас главный приоритет – решить вопрос с тем, как согревать ожидающих с наступлением холодов. Никакую палатку сюда не построишь, потому что такого большого палата мы не имеем. Иногда здесь 300-400 человек. Конечно, было мнение министерства, если будут большие халаты, чтобы вообще закрывать границу, но это мы не можем допускать. То есть обязательно граница должна работать. То есть вот такие предложения у нас, что-то надо выдумать. Конечно, людям здесь по холоду стоит невозможно. А рубеж, как известно, еще и способ заработка. В Эстонии, уставшем стоять, навязчиво предлагают свои услуги ательеры. Несуны – известные в зеленом коридоре люди. За один проход через границу зарабатывают десятки евро на продаже продуктов, одежды, бытовых товаров. Но в нынешних условиях говорить о своем бизнесе они категорически отказываются. Есть еще один важный момент. Многие жители Ивангорода и Нарвы с российским паспортом просто опасаются рассказывать о сложностях с пересечением границы, полагая, что могут заинтересовать эстонские спецслужбы. А это значит только одно – новые сложности на пункте пропуска. Случаи депортации уже не редкость. Часовые досмотры тоже. Даже российских журналистов узнают на том берегу реки. Это им просто сейчас и стало невыгодно, для того, чтобы наш народ разделенный общался с друг с другом. Потому что им невыгодно, когда какое-то наше мнение наших людей переходило на ту сторону. И примеров этому достаточно. Вот напоминание об одном из них. 11 сентября 2022 года появился вот этот памятник. Танк Т-34. Один из символов победы в Великой Отечественной войне. Это ответ России на акт государственного вандализма со стороны властей Эстонии. Стоявший долгие годы. Такой же памятник на том берегу Нарвы, символизирующий освобождение города от фашистов, попросту уничтожили. На ту сторону именно ходили через парусинку. Пешеходный пункт пропуска эстонские власти закрыли два года назад в одностороннем порядке, объявив, что его ждет реконструкция. На ремонт закрыт и автомобильный пункт пропуска. Все эти действия Эстонии стали главной причиной появления очередей на границе. Анастасия Берсенева переходит границу примерно раз в неделю. В своем блоге советует, как поступить, чтобы избежать сложностей, где остановиться и выгодно поменять валюту. Бутылочное горлышко, через которое проходят судьбы, интересные истории, там многое смешного и грустного. И даже в этой очереди простояв, иногда были дни, когда мы стояли там по 10 часов, потом оставались на ночь и стояли еще утром. А вот Ольга Тювина многочасовой подвиг преодоления рубежа уже не решается, хоть и есть весомый повод попасть в Нарву. На похороны я еще попала, я не могу эти очереди стоять. То есть я на кладбище у мужа еще ни разу не была. Сейчас вся связь с родственниками в Нарве исключительно по телефону. Граница – настоящая катастрофа для семей, разделенных рекой и равнодушием эстонских чиновников. А мы не можем видеться. Семья разрушается, она начинает издельно разрушаться, а потом при людях приходят к выводу, что семья вообще бессмысленная. На этом участке российско-эстонской границы, как в зеркале, отражается вся сложная геополитическая обстановка постсоветского пространства. Но в Нарве, где каждый третий гражданин России и в Ивангороде, люди не мыслят в масштабе международных отношений. Здесь куда важнее жизни и судьбы. Дмитрий Ковалев. Пульс города. Редактор субтитров А.Семкин